Вместо того, чтобы работать в День Республики по повышенному тарифу, они решили продемонстрировать свое мастерство. В Чебоксарах прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси-2023». С какими испытаниями столкнулись участники и кто стал победителем в нашем репортаже? Артур Михайлов в такси работает уже 7 лет. Как говорит, в далеком 2016-м решил попробовать и затянуло. В конкурсе уже участвовал не раз и в 2019-м смог занять первое место по Чувашии и второе по России. Год за годом мужчина возвращается на соревнования, чтобы доказать, что достоин первого места. Вы скажете, любой может работать, но надо уже думать за всех, предвижение, уже читать дорогу. Теория была очень сложная, потому что там вот очень интересные вопросы, они уже сложны там и на историю города, и на знании города, и на памятники, когда что открылось. Теория оказалась сложной для большинства участников, но и практика преподнесла ряд сюрпризов. Со стаканом воды на крыше водителям нужно было маневрировать, проделать непростые элементы. Это параллельная парковка, заезд в гаражный бокс, разворот в ограниченном пространстве, змейка и многое другое. Все это на время, а по итогу заезда стакан взвешивали и проверяли, сколько воды утекло. На практике сложно задом, конечно, сдавать, на чужой машине ненастроенной, ну, за три секунды там все равно не настроишься. Задом было тяжело сдавать, а так все хорошо, все классно, мне нравится. Первоклассным водителям приходилось находить баланс между быстро и качественно. С каждым годом участников конкурса становится все больше. В этот раз за призы соревнований боролись 28 таксистов. Хотя на деле заявок было в разы больше. К участию допускались только те водители, которые имели действующее разрешение на перевозку пассажиров и багажа ликовым такси, отсутствие штрафов за грубые нарушения правил дорожного движения, ну и водительский стаж по водительскому удостоверению не менее трех лет. Поэтому здесь сегодня лучшие из лучших собрались. Так как они являются участниками дорожного движения, от того, насколько они готовы к своей профессиональной работе, зависит и безопасность участников дорожного движения. Основной результат – это чтобы количество людей, которые попадают в ДТП, было меньше, чем в предыдущие годы. Первое место по итогу всех тестов и испытаний занял Артур Михайлов. В очередной раз ему выпала возможность представить республику на всероссийском этапе. К слову, раньше он проходил в городах Сочи и Грозном. В этом году впервые организаторы доверили его проведение Чуваши. Финал намечен на август. Анна Центовская, Игорь Зверев, Республика.